Друзья, всем привет! Сегодня с вами поговорим о покрытии и выравнивании всем любимой формы квадрат. Форма ногтей квадрат самая простая в опиле, но сложное выравнивание. Особенно дело усложняется, если квадрат длинный, скручивающийся и выкрышившийся изнутри. У нашей модели именно такой случай. Только работа еще усложняется трапециевидными и вверх растущими ногтями. Полная комбо, но сложные задачи это как раз для нас. Сегодня я покажу вам простой и действенный способ по работе с такими ногтями. Я выполнила маникюр и сделала снятие покрытия. Покрытие снимаем с сохранением длины. Наша задача снять только старое покрытие и убрать все отслойки, а пил после снятия не выполняем. Сейчас я вам покажу ленивый способ по выравниванию и укреплению квадратов, когда поликелия верхних форм нет, а с нижними не хочется возиться. У нашей модели натуральный свободный край, как вы видите, выкрышился изнутри и не имеет четкой формы. Мы оставили свободный край, чтобы он для нас служил вместо подложки. Приступая к покрытию, первое, что мы делаем, это укрепление эластичной акри-базой. Она будет в качестве подложки под жесткую цветную базу и ей мы примерно достроим стенки нашего ногтя и сделаем его немного стройнее. Не забывайте тщательно прокрашивать весь периметр ногтя. Особое внимание уделяйте в зоне у кутикулы и боковых пазух. Базу необходимо наносить равномерно, без проплешин, иначе приноски могут возникнуть отслойки. Мы выполнили черновое выравнивание акри-базы и теперь переходим к жесткой базе хард. Первый оттенок мы покажем номер 45. Этот оттенок называется фисташковый йогурт. При выравнивании первым делом необходимо сделать мокрую подложку, по которой далее будет выполняться само выравнивание. Прокрасим весь периметр ногтя первым тонким слоем цветной базы, затем ставим каплю базы побольше, в 1 третью основание ногтя и начинаем распределять материал по всему периметру. Как видите, идеального выравнивания на этом этапе мы не делаем. Можно сказать, сделали черновой вариант выравнивания и добавили материалы на боковые стороны ногтя, так как далее мы будем выполнять опил для того, чтобы максимально выровнять наши квадраты, сделать их четкими и ровными. А пока вы смотрите на опил формы, я напомню о розыгрыше, которое мы проводим в комментариях под каждом нашем видео. Для того, чтобы принять участие в нем, нужно быть подписанными на наш канал и оставить комментарий под этим видео, но смайл не считается. Полное условие нового розыгрыша указано в описании под этим видео. Результаты всех розыгрышей мы, как всегда, публикуем в нашем сообществе ВКонтакте. А если вам вдруг еще не улыбнулась удача стать победителем, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик и тогда вы точно не пропустите ни одного нового видео с розыгрышами и увеличите свои шансы на победу. Вернемся к нашему преображению. Мы выполнили опил формы, выровняли боковые стороны, но для идеального результата этого еще недостаточно. Так как ногти нашей модели скручиваются, их нужно обязательно выпилить изнутри. Для этого берем твердосплавную фрезу Magic Beats для опила искусственных ногтей нашего собственного производства в городе Санкт-Петербург и выпиливаем ею с внутренней стороны ногти, чтобы сформировать ровную арку и избавиться от скрученности. Работаем на форварде, скорость выставляем на 15000 оборотов. Выполнив всю работу по опилу, нужно завершить этап в раковине. Сейчас мы показываем нашу жесткую цветную базу в оттенке номер 46, он называется абрикосовый йогурт. Эти два оттенка, которые мы показываем вам сегодня отлично, сочетаются между собой, согласны? Основное, но легкое до выравнивания мы делаем именно на завершающем этапе, перед топом. Прокрашиваем весь периметр ногтя равномерно кистью из флакона. Работаем аккуратно и медленно, формируя ровный пол для выравнивания. Затем ставим каплю базы побольше и работая тонкой кистью, сразу помогаем ей дораспределиться в зоне у кутикулы, одновременно прокрашивая максимально близко к ней и особое внимание уделяя прокраске зоны синусов. Тонкой кистью волосок это сделать очень легко. Затем начинаем стягивать базу к торцу, обязательно прокрашивая все просветы, которые образовались после запила боковых сторон на ногтевой пластине. Но если базы недостаточно, набираем на кисть еще небольшое количество материала и дораспределяем равномерно. Перед отправкой в лампу проверяем покрытие на ровность, то есть смотрим на блик, отражение лампы на материале и только после этого можно отправлять в лампу на просушку на одну минуту. В завершении перекрыли глянцевым топом без липкого слоя и наше ленивое выравнивание и укрепление квадратов готово. Друзья, как вы работаете, когда к вам приходят клиенты с подобными ногтями? Расскажите! А если у вас остались вопросы, обязательно задавайте и к нам в комментариях, а мы с радостью на них ответим. На сегодня у меня все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok